Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами очень полезное видео, так как это видео о пустых баночках. У меня, как всегда, насобирался целый большой пакет, поэтому сейчас мы будем вместе с вами его разбирать. Здесь будет и уход за кожей, кое-что из декоративной косметики, кое-что из ухода за волосами, какие-то бады, поэтому давайте, поехали по-быстренькому. Ну, как всегда, буду доставать сверху. У меня закончился лак от Сьез. Я люблю Сьез, только польского производства, я вам уже это говорила. Но сейчас, так как границы закрыты, к сожалению, его нет возможности купить. У меня еще есть кое-какие остаточки моих запасов. Когда они закончатся, я вам покажу, что я приобрету новое на его замену. У меня закончился шампунь Аурамеры от Ним Плас 5. Я очень люблю этот шампунь. Это шампунь для нормальной жирной кожи головы. Это аюрведический шампунь. Его уже, кстати, давно как-то нету в наличии на iHerb, к сожалению, но я, когда он будет, сразу его прикуплю, потому что мне он очень нравится. От него классные волосы. Очень хорошо волосы и кожа головы промевает, очень хорошо пенится, несмотря на то, что шампунь бессульфатный. Я вам его могу советовать. Он у меня в видео про уход за волосами есть, потому что реально мне очень нравится. Так, я еще достала 1 бат с iHerb. Я давайте на те вещи, которые заказывала на iHerb, ссылочки вам оставлю под видео и промокод на скидку, если вдруг будете делать заказ. У меня закончился бестресс-комплекс от Торн, и я сейчас купила другой бестресс-комплекс от другой фирмы. Если честно, хочу сказать, что Торн намного лучше работает. Он просто восхитительный. Я вот реально с утра вставала, чувствовала какую-то тревогу, выпивала эту витаминку и становилась действительно более спокойная, более ровная. Мне очень нравилось это состояние. Я его буду с огромным удовольствием повторять после того, как допью свои вот эти витамины, которые мне меньше нравятся. Могу вам от всей души советовать. Я их пропивала курс, и реально была спокойнее, и реально от них намного лучше засыпала. Как всегда в пустых баночках у меня батисты. Я нашла пока что два. Я батисты использую каждый раз, когда делаю объем на волосах. Как бы сейчас ни казалось, но у меня здесь сейчас и батист для объема. Но все-таки волосы длинные, несмотря на то, что они у меня тонкие, они достаточно тяжелые из-за длины, поэтому я добавляю гофре, добавляю шампуня. У меня тогда волосы реально более красивые, такие более приятные на ощупь. И в принципе с ним тогда не так кожа жирнится. И вообще он такой ядреный, он очень хорошо на второй день освежает кожу головы и волосы. Закончилась вот такая вот масочка от Дермея. Это был такой пробник, но здесь уже, к сожалению, больше не выдавить. Очень мне нравилась эта маска. Это маска с оше. Мне кажется, вот сейчас очень круто где-то брать такое с собой в путешествии. Можно взять с собой, потому что я когда бывает езжу, особо никакую маску не возьмешь и уже в конце отдыха чувствуешь, что кожа ну просто капец загрязненная. Здесь есть как бы частички такие, как бы скрабик, но он очень как-то круто полирует кожу. Хотя я скрабы не очень люблю, но это мне маска очень понравилась. Она реально круто очищает, кожу как-то ее подтягивает, учитывая, что здесь вот есть в составе колен, очень хорошо очищает. И кожа очень сияющая, красивая, становится цвет как будто бы более ровный. Если бы был полноразмер на iHerb, я бы с удовольствием себе прикупила. Здесь у меня еще в пакете, так как у меня, наверное, немножечко банка сломалась, где-то я ее уронила, она чуть протекала. У меня вот такое вот есть масло, это, ну, достаточно популярное масло на iHerb кокосовое. Ой, очень вкусно оно пахнет кокосиком. Я его сначала заказывала, наносила на волосы, когда они у меня еще были в более печальном состоянии. Если вы не знали, берете кокосовое масло на ночь, наносите на длину, потом я завязывала вот здесь вот такую гульку, чтобы мне не мешало спать. Ложилась на подушку, которую обтягивала полотенцем, с утра просыпалась, мыла бессульфатным шампунем, волосы просто восхитительные. Попробуйте обязательно. Но мне уже сейчас волосы в хорошем состоянии, мне лень этим заниматься. И я на этом кокосовом масле стала готовить, но готовила я все-таки меньше. Я очень люблю с этим кокосовым маслом по утрам пить кофе. То есть я беру чайную ложечку в кофе, добавляю кокосовое масло, и реально кофе очень вкусный, имеет привкус кокосика. И это, кстати, очень полезно. Я у кого-то из блогеров посмотрела, те, кто занимаются здоровьем. Так, я вот не знаю, есть ли Горисон патчи на iHerb. Я точно знаю, что эта марка есть, так как я заказывала буквально недавно маме крем от этой марки. Если будет, я тоже вам ссылочку оставлю. Мне эти пачки очень нравились. Они очень хорошо кожу и напитывали под глазами, и очень хорошо ее разглаживали. Потому что меня даже больше не сухость беспокоит, а именно какие-то заломчики, особенно под левым глазом. Если я пью какие-то таблетки, у меня сразу под левым глазом такие сильные заломы. Очень хорошие патчи. Они кайфовые, они рабочие, и они не сильно были дорогие. Также закончился вот такой вот витамин С от Purador. Мы его заказывали... Ой, я его заказывала и своим подругам, и на дележку мы его заказывали. То есть, его здесь 118 мл, это, наверное, самый дешевый витамин С, который есть на iHerb, учитывая тот объем, который вы имеете. Он неплохой, он не сильно ядреный, но мне кажется, особенно для молодой кожи, для поддержания его можно использовать. Если вы хотите ввести в свой уход антиоксиданты. Дает легкое увлажнение, не перегружает кожу. Ну, сверху, естественно, надо нанести или крем, или более какую-то питательную сыворотку. Также закончились вот такие вот от Крест отбеливающие полоски. Мы заказывали пока наполовину. Здесь было 10 полосок. Эти 10 полосок я разрезала еще и наполовинку, потому что, ну, внутри мне зубы отбеливать не надо. И реально, когда я сейчас монтирую свое старое видео, я реально вижу, что зубы у меня намного там желтее. Несмотря на то, что у меня на передних зубах, зубах, несмотря на то, что у меня на передних зубах есть ломба, все равно оно не отличается. И сейчас вот я каждое утро пью кофе, и все равно зубы еще более, ну, как бы белые. Я вижу еще эффект. Конечно, я их буду обязательно посмотреть, обязательно заказывать. Это прям для меня стало мосхевом. Я думаю, что раз в год можно делать такое аккуратное отбеливание, которое не делает зубы чувствительными, которое постепенно так вот работает на ваших зубках. Вообще, мне очень нравилось. Я обычно там на ночь, перед тем, как чистить зубы, ее использовала, и просто красота. Также у меня здесь кое-что из декоративной косметики. Во-первых, у меня есть Liquid Metal, такой вот блеск металлический от Биллардизайн. Я, кстати, не знаю, если они сейчас в наличии. Раньше я его покупала для того, чтобы использовать на глаза именно как такой блеск. Он, в принципе, прикольный, потому что этот блеск, он застывает, как матовая помада, но при этом на губах он отлучился у меня кусками. У меня, кстати, не один цвет был. Мне нравилось сверху наносить для того, чтобы красиво как-то сиял макияж. Ну, не знаю, все-таки я вот его выкидываю, он у меня еще даже не закончился, валяется без дела. Много-намного сейчас более приятных продуктов даже для того же блеска, любые кремовые тени. Просто раньше с этим были проблемы. Кстати, этот макияж вместе со мной мы делали в моем Инстаграм. Если вам вдруг будет интересно, обязательно на него подписывайтесь, потому что там у меня, в принципе, много различных уроков именно макияжей. И я думаю, что если вы этим интересуетесь, вы найдете для себя много полезной информации. Это мы делали вместе с вами в сториз. Тушь от L'Oreal Megavolium. Я одно время обожала эту тушь. Вот, кстати, она еще даже у меня не закончилась. Я просто поняла, что ее уже нужно выкинуть. Сейчас много классных белорусских тушей в предыдущих видео и про белорусскую косметику, и про косметичку. Я вам их показывала. Они намного бюджетнее. Не надо столько переплачивать. Не жалко, если вдруг она засохнет, испортится. Можно ее часто менять. Поэтому я как-то вот сейчас в L'Orealевские туши. Это все равно намного дороже, чем любая белорусская тушь, которая дает эффект ничуть не хуже. У меня закончился вот такой вот Fiber Filler от Maybelline. Я их покупала одно время, потому что они реально очень круто прокрашивают и фиксируют волоски. К сожалению, их уже нету в продаже. Я даже помню, что покупала последний, если где-то находила. Я не знаю, зачем такой крутой продукт сняли с продажи, потому что он очень хорошо обволакивал волосочек. Волосочек очень круто их держал, хотя у меня волосы на бровях такие достаточно жесткие. Все равно он очень хорошо их держал, и я как визажист их часто покупала себе в работу. Ни одни пустые баночки не обходятся без этих малышек. Это модница-волшебница. Детский спрей легкое расчесывание, несмываемый, в составе которого нет силикона. Силикона. У меня сегодня язык надавна иззывается. Я беру уже, когда волосы помыла, нанесла масочку. Я вот так вот распределяю. Ой-ой-ой, тут еще что-то осталось. Я вот так вот распределяю на волосы, потом вот они очень хорошо расчесываются. Они с ним более блестящие, как такой кондиционер. Я знаю, что много кто из вас по моим рекомендациям их купил, и вам тоже они очень нравятся. Вот, советую, присмотритесь обязательно. Очень крутая эта находочка. Шампунь Organic Shop. Это шампунь, который дает очень крутой объем. Он и называется Сокровище Шри-Ланки Volume Shampoo. Он без парабенов, силиконов, SLS-ов, но очень хорошо пенится, очень хорошо промывает и дает достаточно неплохой объем. Наверное, если бы сегодня и мыла я, у меня бы было объема побольше на голове. Мне он очень нравится. Те, кто его пробовал, у меня те остались им довольны и тоже его покупают. Кстати, вот кинула в мусорку, это спонж от E-Magic. Я на них тоже вам оставлю ссылочку, потому что спонжи очень крутые. Я им пользовалась каждый день, и он у меня, в принципе, достаточно быстро улетел. Мне кажется, месяца за два с половиной, но он все-таки намного более крепкий, чем от Real Techniques, и при этом достаточно мягкий. Я советую на них присмотреться, они мне очень нравятся. Также у меня есть сыворотка от Tukul for Skull. Ой, я забыла, как называется. Здесь экстракт смолы, мастиковая, по-моему, да, мастиковая смола. Очень интересный экстракт сам по себе. Прям сильно-сильно какого-то действия я от нее, честно скажу, не видела на своей коже. Мне она нравилась. Я думаю, что, в принципе, у меня кожа в достаточно хорошем состоянии. Мне, кстати, уже скоро будет 30 лет. И, как можете видеть, никаких особо изменений у меня на коже пока нет возрастных, так как я себя стараюсь, как я называю это, консервировать, то есть использовать антиоксиданты, использовать такой хороший уход, но еще не сильно ядреный. И, в принципе, неплохая сыворотка, но не могу сказать, что я прям советую, чтобы вы за ней бежали. Мне кажется, что можно найти что-то более интересное за эти же деньги, кстати, на Эхер. Пеночка вот такая вот от Krasi Nave. Мне она, в принципе, нравилась, она хорошо промевала. Это пенка японская, по-моему, да, японская. Но мне очень не нравилась. Вот смотрите, вот здесь вот у меня образовывалось все время такое, как... Ну, короче, здесь что-то образовывалось, какая-то жизнь, которая не должна была быть в этой упаковке. Она такая, как бы, с таким налетом. Я все время это смывала, мне это очень не нравилось в этой пенке. Я понимаю, что она, скорее всего, достаточно натуральная, здесь нет каких-то консервантов. Но здесь что-то какие-то ненужные бактерии позаводились у меня в моей косметике. Хотя пользовалась, да пользовалась, все нормально, у меня никаких невысыпаний, ничего не было. У меня закончился от Vivienne Sabo гель для бровей. Неплохой гель для бровей. И закончился гель для бровей от Art Deco. Хочу сказать, что Art Deco стоит во много-во много раз дороже. И не могу сказать, что он во много раз лучше, чем Vivienne Sabo. Я бы все-таки отдала предпочтение гелю от Vivienne Sabo. Я не скажу, что закончился тональный крем от KIKO, но он уже превратился в водичку, расслоился. Он влажняющий, мне неприятно было, он на коже как-то жарнился. У него достаточно был темный тенок, который, кстати, сейчас бы у меня, конечно, подошел, что такое загорелое. Но все равно, я вот его выкидываю, он у меня практически, вот я вижу, что целый. Иногда домешивала в какие-то тональные кремы. И еще вот такая вот маска, конечно, печально она выглядит. Это Биорак, короче, маска для очищения пор. Я ее реально наносила только на Т-зону, она тоже была на iHerb. Я ее пока покупала на iHerb на скидке, она была доллар. Так она стоит 6 долларов. Мне кажется, что за такой маленький объем, конечно, дороговато, здесь 28 грамм. Но вообще, если наносить только на Т-зону, в принципе, хватит надолго. Она реально очень круто очищала поры. Здесь тоже есть скрабирующие частички, но они достаточно такие мягкие, аккуратные. Реально круто очищались поры. Вот вы видите, что у вас поры темные, вы на распаренную кожу нанесли эту маску, смываете, видите, что поры у вас очищены. Поэтому она классная. Если сильно большие проблемы с порами, я думаю, что попробовать стоит. Тем более, она не то, чтобы сильно дорогая. Также у меня здесь я выкидываю зубная нить от Sense1. Я ее показываю, потому что она очень толстая какая-то. И ее реально между зубов очень тяжело засунуть для того, чтобы очистить. Она у меня долгое время была, хотя очень удобная упаковка. Она по себе имеет немножко легкий мятный привкус, но между зубов засунуть ее просто нереально. Она у меня лежала-лежала, я понимала, что ее нужно выкинуть. И здесь уже стерлось название. Это виниловая подводка от NYX. Это неплохая подводка. Она достаточно стойкая. Но мне не нравилось, что я, когда красила себе ею стрелки, я чувствовала, как она засыхает. И я ее прям чувствовала на глазах. Мне некомфортно, когда я прям чувствую косметику на своем лице. Это, получается, каким же она слоем туда нанесена, она, получается, так как-то схватывалась. И у меня она не была сильно, прям, честно скажу, только бывало такое, что она у меня где-то подразмазывалась. Можно купить намного бюджетнее. На том же Алиэкспресс можно заказать, скажу вам по секрету. Я думаю, что вы, мои подписчики, это и так уже знаете. Намного качественнее и намного дешевле. Здесь у меня еще спонж от Эко Тулс. Я тоже его заказывала на Ихер, в котором смывать масочки. Мне эти спонжи безумно нравятся, потому что есть спонжи, которые можно заказать на Алиэкспресс, но они все-таки более мягкие. А эти более такие пористые и чуть более упругие. И они реально маску намного быстрее смывают, намного дольше, кстати, служат. Они долго не вырвутся. Мне кажется, что каждый я использовала чуть ли не по году. И реально вот так вот берете. Маска сильно засохла, вы ее размочили водой, намочили вот эту штучку, смыли, смыли, смыли. Просто красота. Я буду еще 100% повторять, мне тоже очень понравилось. Вот. Очень надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Поэтому не забывайте поблагодарить меня лайком. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. И увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока!